Мир всем! Мила! Pei! Парк! Христос посреди нас. Есть и будет. 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 Аминь. 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 что он, цитата, «отверз уста свои, чтобы хулить имя Бога». 15 глава 6.7. Все это буквально сбылось на римской церкви и ее папах, которые объявили себя непогрешимыми наместниками Христа и стали за деньги, индульгенции, отпускать людям даже будущие грехи. Папа Иннокентий III писал, например, так, цитирую, «Он, Христос, поставил одного человека над миром, назвав его своим наместником на земле, и как колено всех живущих на небе и на земле и под землей преклоняется пред Ним, точно так же должен каждый быть послушным и служить его наместнику, то есть папе». Христос же иначе говорит о себе. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для исцеления многих». И 20 глава 28.7. «Владычество Антихриста, то есть папство, учат, далее адвентист, должно продолжаться до времени, времен и полувремени». «Книга Данила, 7 глава 25 стиха, Откровение 12 глава 14 стиха, то есть три с половиной пророческих года, Откровение 12-6, или 42 пророческих месяца, Откровение 12-5, или 1260 лет, Откровение 12-6, Так как согласно описанию числа 14-34, «Книга 12 глава 2-6 стиха» Пророческие дни Должно считать за годы». И время владычества папства действительно равняется 1260 годам. В самом деле, Юстиниан установил католическую церковь и дал папам неограниченную власть особым указом в 533 году. Но началась она только в 538 году, когда во исполнение пророчества Даниила, что после десяти царей восстанет иной отличный от прежних, папа и выничтожит трех царей, Даниила, Силья, четыре, были покорены Герулы, Вандалы и Азботы, изнанные из Рима. В этом году папство получило, цитирую, престол, слой и великую власть. Откровение 13-2. Следовательно, с этого года и нужно считать 1260 пророческих лет, конец которых приходится на 1798 год, когда у Антихриста, согласно пророчествам, отнята власть губить и истреблять до конца. Даниила 7-26 и в районе 13-10. Ибо в этом, именно 1798 году, французский генерал Бертье двинулся с войсками на Рим, взял в плен папу Пия 6-го и тем уничтожил власть папства. Его голова как бы смертельно была ранена, однако смертельно рана исцелела. В районе 13-13. Папство продолжает существовать, лишенное даже последней власти королем Италии Виктором Эммануилом. Но Антихрист, то есть папство, все-таки будет скоро совершенно уничтожено. Его уничтожают адвентисты им учением. Вот такое лжевучение адвентистов. Так вот они понимают, так учат. Сейчас прочтем объяснение православного. Все хитросплетения адвентистов, стилищихся на основании свидетельств Священного Писания и истории Церкви, доказать, что пришествие Христова и кончина мира уже будто близко, ибо появился уже Антихрист в мире в виде римского папства. При истинном же свете Священного Писания и истории Церкви оказываются плодом праздного ума и вымысла человечества. Прежде всего, у адвентистов совершенно ложный взгляд на самого Антихриста, который по их учению будто уже пришел и царствует в мире в виде папства. Антихрист не есть целый ряд личностей, хотя бы, например, и римских пап, утверждают адвентисты. Он одно определенное лицо, человек, цитируется в Священном Писании, а не человеки. Человек греха. Сын, а не сыны погибели. Второй фитнес, он китом 20. И сам Господь говорит неверующим иудеям, «Я пришел во имя Отца Моего и не принимает меня. А если иной, а не иные, как, например, папы, придет во имя свое, его имя». Иоанн Гриотеан, 5 глава, 2-3. Следовательно, Антихрист это не ряд сменяющих друг друга и многие века личностей, а одна личность, имеющая явиться в одно определенное время. Несравним Антихрист с римскими папами по характеру своего, по учению и по делам своих. Об Антихристе сказано в Писании, что он, цитирует, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так, что в храме сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Но адвентисты на протяжении всей истории церкви римской не могут при всем своем желании указать ни одного папы, который бы, считая себя выше истинного Бога, сел бы в храме и объявил себя Богом. Не могут указать, что ничего подобного никогда не было и не могло быть, как не высокомерны бывали римские папы, как не горды и не властолюбивы, но они все же христиане, верующие в Бога Отца и Сына и Святого Духа, поклоняющиеся единой, нераздельной Святой Троице и этому же учащие христиан-католикам. Затем об Антихристе апостол говорит, что его пришествие цитирую, что его пришествие под действием сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Роя Фессалоникийцам 2.9 Это и единомышленный с Антихристом второй зверь будет совершать великие чудеса. Далее цитата И творить великие знамения так, что и огонь будет не сводить с неба на землю пред людьми. Ничего подобного никто из пап не совершал и не мог. Далее об этом втором звере говорится в откровении что цитирую Он сделает то, что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на число их тут ошибка на чело их и что никому нельзя будет ни покупать ни продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени твоего то есть антихриста Откровение 13 глава 16-17 Но мы знаем что никакой подобной печати римские папы не имели и на правую руку католикам не полагали и знаем что по всему миру и в Италии и в самом Риме покупают и продают не только католики а все кто занимается куплей и продажей и сами адвентисты хотя никакой печати папской на правой руке не есть что касается отмену субботы и введения празднования христианами воскресного дня то это произошло гораздо раньше 538 года адвентисты сами утверждают что отмена субботы и почитание воскресного дня произошли при Константине Великом после его вердикта об этом издано в 321 году хотя и это утверждение адвентистов можно ибо празднование воскресного дня началось первого века христианства о чем есть многочисленные исторические указания воскресный день христиане почитали изначально с первого века а в 321 году этот день стал праздничным в империи христиане редакции также совершенно ложно учение адвентистов и о времени явления антихриста и продолжительность его власти на земле какое они видят папской власти прежде всего совершенно неверно и произвольно считать пророческий день за год и определять продолжительность существования антихриста на земле 1260 лет трехдневное пребывание пророка ионы в очреве кита пророчески прообразовало собой трехдневную смерть спасителя который упоминая об этом тоже пророчески так говорил о своей смерти как ион как ион был в очреве кита три дня и три ночи так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи если адвентисты считают пророческие дни за годы должны принять тогда нелепую мысль что Христос был во гробе целых три года и только потом воскрес если неверное основание времени исчисления у адвентистов то совершенно ложные и все их вычисления касающиеся времени явления антихриста каковым они считают 1538 год и предсказание времени второго пришествия Христа неудивительно что и сами адвентисты не могут столковаться между собой по последнему вопросу так основатель адвентизма Вильям Мюллер дважды предсказывал год пришествия Христа сперва 1845 год а потом 22 октября 1845 но оба его предсказания оказались ложные после чего сам Мюллер от досады и стыда вкоре умер а из 50 тысяч его последователей в Америке 35 тысяч отпали увидев в Мюллере самообольщенного уже пророка после Мюллера адвентисты стали осторожнее указывать на время скорого пришествия Христа но все же более горячие головы продолжали предсказывать различные годы кончения мира так например адвентист Эдвин Даймонд проповедник из Оналулу одного из Гавайских островов в Тихом океане в книге откровения предсказал что конец мира должен наступить в 1910 году когда от кометы Галлея оторвутся несколько камней весом в миллионы и биллионы тонн и упадут на нашу землю но Даймонд ошибся 1910 год миновал а земля существует некоторые из адвентистов указывали на 1914 год но уже само их разногласие по данному вопросу показывает насколько их предсказания заслуживают внимания совершенно ложно научат адвентисты и о продолжительности времени действия антихриста на земле прежде всего в писании ясно говорится что антихристу дана власть действовать 42 месяца правение 13.5 то есть 3.5 года и что жена убежала от него в пустыню на 1260 дней что составляет тоже 3.5 года и как то и другое событие определяет даниил и тайновидец словами время времена и пол времени то есть год два года и пол года по объяснению большого знатока писания еврейского языка блаженного иорианима и святого кирилла иерусалимского творения кирилла иерусалимского 15 огласительное слово 42 месяца учит истолкователь откровения святой Андрей архиепископ истарийский показывает что по опущениям божиим 3.5 года будет иметь власть убить Бога и озлоблять святых папство же по объяснению самих же адвентистов существовало на земле 1260 лет от 538 до 1798 года когда папа римский был взят в плен французским генералом Фертье разница во времени огромная там спаситель говорит что последние бедствия людей будут непродолжительны ферру если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни в Англии от Матфея 24 глава 22 и в откровении говорится что дьявол сойдет на землю в сильной ярости зная что немного остается ему времени 1212 следовательно утверждение адвентистов что антихрист уже действовал на земле в лице папства 1260 лет противоречит и пророчеству Даниила и откровению Иоанна Богослова и словам самого Христа из которых ясно видно что действия антихриста не будут долговременные для ярости немного остались ему времени всего 42 месяца или 1260 дней ибо по милосердию Божию ради избранных сократятся те дни что касается последней участи антихриста то она будет зависеть не от хвастливых адвентистов уверяющих что он окончательно погибнет пораженный их учения а от победы над ним спасителя мира который как говорит слово Божие убьет его духом пуст своих и истребит явление пришествия своего 2 фессалоникийцам 2.8 не замечают адвентисты еще одной несообразности в своем учении и продолжительности губительного действия антихриста на земле получение откровения тотчас после убедения антихриста и с ним уже пророка которые будут оба живые брошены в озеро огненное горящее серую а прочие убиты мечом откровения 19 глава 20-21 стихи начнется суд всеобщий 20 глава 4 стихи если допустить вместе с адвентистами что время владычества антихриста папства продолжалось 538 года 1260 лет и окончилось в 1798 году то как же папы более уже 100 лет менее уже более 200 лет продолжают управлять многомиллионным католическим народом они давно уже должны были исчезнуть с лица земли кроме того из откровения мы знаем что во время царства антихриста по адвентистике папства когда смертельная рана его заживет то в истории папства по толкованию адвентистов должно наступить тотчас после пленения пия 6 должен появиться другой зверь который будет творить великие чудеса он будет не творить огонь с неба откровение 13 а животворит образ антихриста и заставит людей поклоняться ему а кто не исполнит этого тот будет убиваем образом зверя стих 14 15 когда же спросим адвентистов и где все это было пока еще не было нигде и сейчас не замечается таким образом и история церкви и жизнь современной католической церкви и слово божие ясно опровергают ложное мчение адвентистов пожалуйста у кого есть вопросы задавайте ну вопрос такой насколько актуально то сейчас вот это повествование адвентистов как они действуют где как нам поможет это в изучении слова божьего по толкованию через толкование спаси христос и тут тоже так же приблизительно хотел спросить как вот нам поступать то что мы сейчас читаем как это нам поможет в нашей жизни сегодняшней я считаю что это кругозор расширяет и мы например как нам помогает это спастись если мы знаем как беседовать с адвентистами то соответственно мы можем их в теории мы можем их обратить а если мы хотя бы одну душу обратим то это нам очень ну как большая польза на небе вот это прямо нам к спасению действует вопрос другой поясню то есть мне сейчас вот с моими вопросами вот какие-то там допустим ну спасение как говорится самому самому спастись как то есть как мне это поможет так так я говорю спасая других мы спасаем себя спасая адвентиста мы себя спасаем я так думаю но в первую очередь еще перед спасением адвентиста главное самому туда не свалиться потому что многие православные не зная своего учения не зная толкования легко сваливаются в секту то есть жажда к слову божию есть в храмах ничего не понятно проповеди нет научения нет и они легко обольщаются и начинают верить лжеучителя они льстят слуху вот а зная истинное учение зная ложность их учения нам легко во-первых туда не свалиться в эту секту ну а потом уже божьей помощью может быть кого-то обратить вот так это нам а сегодня я давно уже с ними не встречался продолжают они так же учить или что-то у них уже поменялось я честно говоря с ними давно ну вот можно сказать можно но в 2004 году мы последний раз с ними массово встречались они у нас в Барнауле летом сколько там было 14 10 дней вели занятия в спортивном дворце спорта там много тысяч влазит людей и они Библию давали тем кто придет 10 раз и людей собралось очень много говорят после этого у них образовалось две общины по 100 человек и они говорили именно и вот это тоже в том числе и вот свое учение папства и прилагали такие хорошие картинки там фотографии у них слайды были хороший оратор у них выступал такой с таким голосом приятным я после одного выступления был там два раза подошел к нему и спросил я говорю а вы такой голос имеете от рождения или где-то учились он говорит ну это курсы надо целые проходить чтобы так разговаривать так что у них специально и учат тому чтобы а перед этим у них была очень большая работа проведена по агитации скажем людей на это мероприятие красивые буклеты выдавали наверное в течение около месяца по домам по квартирам носили вот как мы распространяли свои материалы православные евангелия так вот они очень очень большое большую площадь барнаула охватили а потом мы с ними имели разные беседы когда люди туда собирались мы стояли рядом они нас прям отгоняли от дверей спортивного комплекса у меня в частности там вырывали визитки рвали их прям ну было очень сложно там там стояли и православные были с московского патриархата они с лозунгами там стояли у них там написано было там что еретики уходите и так далее так что вот они еще действуют не так много времени прошло и крестились они потом в бассейне опь все люди эти вот две эти общины и им были приданы пастыри там один был пастыр Николай и в 2004 году перед этим как перед тем как они составили вот это свое занятие мы с ним встречались и беседовали у нас беседовали там Надежда Васильевна была Игорь Третьяков и надо сказать что мы там не очень себя хорошо проявили они такие они нам показались такими недалекими что мы даже не ожидали что они будут говорить что сатаны нету что нету погибели что нету ада ну до такой степени не знать слово божье это поразило просто нас мы там кое-что начали упускать из виду но плохо беседовали так что вот этому учиться надо всему это все надо знать особенно места писания которыми отвечает православный ну как резюме тут чем можно апеллировать то есть они говорят что антихрист уже в мире это папство ну и сократятся те дни Господь говорит ради изба сократятся неужели 1260 лет этого он сократил то есть он намеревался Господь мучит нас миллионы лет а он сократил ну это же как бы не лепится и бессмысленно этим можно апеллировать дальше а где пророки Илья и Инох которые должны перед этим быть кто они ну про это вот еще здесь не сказано но на прошлом занятии тоже брат Игорь сделал такое замечание сегодня православие вот эти брожения карточки уэки это все печать печать куда ни плюнь все везде уже печать отчего все это происходит от того что люди не знают священного описания в тварковании святых ростов все это уже разобрано обречено ложность этих всех учений выявлено бери читай изучай занимай лень проще панику развеять все слышал звон да не знаешь где он паникеры во время войны паникеров расстреливали панику навели конечно у людей страх они секты на страхе основаны антихрист уже пришел все конец света квартиру продавая иначе ват пойдешь ват в который они не верят или как люди идут за ними за этими учителями чем они прощают непонят еще вопрос про адвентистов что-то можете еще сказать давно вы с ними микрофон у них главный был тут бутов вадим он у них заукская академия профессором ну что я с ним беседовал говорил а никто без пропусков ходил 13 дней они подготовку вели моя все дни ходил и библию дают и я ему подарил книгу 2 том открытым оком но он тогда библию меня горит они на равных книга многое вам открывает но она не не равняется библии ты но и говорили кое-что мы там делали что брали святую воды вокруг дворца спорта ходили там кропили говорили они начинают выходить и ой такой город это же ну надо же какой воздух у вас а тут была жара такая под 40 градусов наверно дышать нечем а такой прохладный воздух у вас и люди бар на улице да такие а тут сидят пришли которые бесплатно же что-то сидит парень на коленях девка обнимается лапается они ничего не говорят и теперь в конце кто одинокие там хотите познакомиться вот значит в этом помещении у нас тут специальный человек который вас познакомит то есть свахи и когда они крестили я гляжу бабушка стоит и подошел она тут принесла кое-что принесли я говорю почему же вы пошли же православные да ну такая какая крещена разве ягода к вы знаете что-то еретики как еретики так он говорил что антония был у епископа но может он и был но это это не право как не православное то а я думал это батюшка то есть обман и обман такой что вот выходит начинает о чем он говорит тут один рассказ рассказывает о том чтобы скорее люди торопились немедленно приняли их учения вот говорит ниагарский водопад а там плывут льдины и на льдину там с кроликом с какой пищи садится орел и он не знает что у него ноги то примерзают примерзают ноги то ему кричат птички на птичка ну орел птички его никто никогда не назовет а то хищная огромная птица его уносит уносит он попытался подняться а уже лапы то приросли я да это орнитологи же любой пацаненок посмеется над вами положительная температура льдины плывут значит не замерзает а у него особая температура на ногах он не там до двух градусов только сходится я тогда позвонил в институт сельскохозяйственным в отдел там ветеринарии говоря может да нет никогда то есть врет ну я специально знаю что не может быть а взял да позвонил и вот я беру только здесь на каждом шагу буквально обман но они очень агрессивные и вот они увидели что наши стоят просто дают визитки у нас занятия были в техническом университете игорь от стоял дебунов говорит они прямо из рук вырывают а мы от купили все они платили 100 тысяч в день за этот дворе спорта так вы от купили то здание но не территорию окружающие то даже здесь там и за это заплатили это тоже обман так ладно говорите говори да как уехала куда книга откровение 400 глава 1 стих и взглянул я и вот агнец стоит на горе сионе и с ним сто сорок четыре тысячи у которых имя отца его написано на челах толкование после мрачной картины антихристова времени глава 13 тайнозрителю показывается отрадная картина небесного блаженства победивших во христе иоанн видит вот агнец стоит на горе сионе и с ним сто сорок четыре тысячи это напоминает слова апостола павла евреям 12 глава 24 22 стихи вы приступили горе сиону и тьма ангелов и торжествующему собору и церкви первенцев и к судьи всех богу и к ходатаю нового завета иисусу и к крови крапления под сионом здесь не может разумеется буквально та гора на которой стоял и русский храм но это небесный сион высший иерусалим город бога живого каждом городе бывают особо чтимые места определенные памятники или иное что определяющее лицо и значение города храм святого петра в риме кремль в москве и так далее здесь иоанн видит агнец стоит на горе сионе агнец это христос бывший как непорочная жертва заклам за грехи мира не только для земли но и всей вселенной важно ибо и там в небесном граде является он виде агнец чтобы посредством его агнец примирить собою богом все умиротворив через него кровью креста его и земное и небесное плане колоссянам 1 2 вместе с агнцем на горе сионе и с ним видит иоанн 144 тысячи кто эти блаженные со христом одни кисари андрей кисарийский пишет что эти 144 тысячи надо отличать от составленных ранее из всех колен израилевых но одессы которых не за свидетельство вам о сравнение 144 тысячи в 7 главе 1 8 стихи и в 14 1 5 показывает что это не одни и те же в общем является только число 144 тысячи это 12 на 12 и на тысячу помноженное означающие многоплодие апостольского семени 2 глава 4 стихи характеристика же тех и других 144 тысячах разная там 7 главе мы видели всю церковь всех запечатленных час божиих выделены из погибающего во грехах общество людей и сохраняемых богом на земле во все времена особенно же в кончину века при антихи здесь в главе 14 мы под 144 тысячами разумеем первенцев совершеннейших во христе цвет и красу христианской церкви а не всю ее это можно сравнить как главе 12 сын муж жены церкви и прочие от семени ее в главе мой показаны не прочие только а а вообще все 144 тысячи в главе 14 14 это сын муж жены церкви или то не все мужественнейшие чада церкви а только девственники у этих 144 тысяча имя отца его антон написано на челах на челах 144 тысячи мой главе полагалось печать но то была печать дара духа святого и животворящего креста которая отличала на земле верны от неверных и ограждала их от вражеской силе здесь же мы видим иное эти 144 тысячи в отличие от тех находятся не на земле а на небе и надпись на их челах имени бога отца есть осуществление обетование данного победившим на земле далее цитата и напишу на нем имя бога моего сравни также с подобными текстами 2 глава 17 и 3 глава 12 в главе 7 через печать дается спасение земным есть награды достигшим неба бога почитания и на земле так пронизывает все существо подвижников отражается и на их чела их вид и именуется уже не лицо а лик небесной наградой и завершением их бога уподобление на земле будет написание имени отца небесного на их пчелах вопрос и продолжаем откровение 14 глава 2 стих и услышал я голос неба как шум от многих вот и как звук сильного грома и услышал голос как бы гуслистов играющих на гуслях своих толкования и услышал я голос неба с ионской горы с небесного града где сангцем крестом блаженствовали небожители и среди них виденный иоанном 144000 этот небесный голос был как шум от множества вод и становился как звук сильного грома эти звуки сливались в одну дивную гармонию с мелодичными и тихими звуками гусли и услышал голос как бы гуслистов играющих на гуслях своих звучно яркость и гармония песнопений святых струны их сердец слаженно настроены дух святой как смычком водит по этим струнам источая дивную и вопросы вопросы книга откровений 14 глава 3 стих они поют как бы новую песню пред престолом и пред четырьмя животными и старцами и никто не мог научиться сей песне кроме сих 144 тысяч искупленных от земли толкование эта песня несравнима с теми старыми песнями которые пелись на земле эта песня содержит новые неведомые ранее тайны небесного блаженства 1 калифянам 2 9 говорит о тех новых благодеяниях божьих которых подобятся святые на небе это так же прославление бога за те новые дела божественного всемогущества и милосердия которые будут явлены в тяжелые и ужасные песни песни это нова так же и по своему исполнению ибо все воспевается новой прославленной тварью на небесах поется эта песнь перед престолом и пред четырьмя животными и старцами теперь совершенно ясно что созерцаемая тайно зрителям картина Сиона не иная как все та же картина небесного престола агнца четырех животных двадцати четырех старцев и прочих небожителей в воспевании этой новой песни первое перед престолом второе перед четырьмя животными третье перед двадцать четырьмя старцами есть богоизбранность и никто не мог научиться сей песне кроме сих ста сорока четырех тысяч здесь мы видим небесную иерархию и чинность в небесном ликовании будут участвовать все небожители но не все одинаково различно будет слава святых далее цитата первая кориффина пятнадцатая глава 41-42 стихи иная слава солнца иная слава луны иная звезды и звезда звезды разница в славе так и при воскресении мертвых как и господь говорил что в доме отца моего обители много каждому почину и славе из того что кроме ста сорока четырех тысяч никто не мог научиться сей песне видно что они после четырех животных и двадцать четырех старцев преимуществуют над другими небожителями хотя тогда знание отчасти и прекратится первая кориффина тринадцатая глава девять десять девятый десятый но откровение божественных тайн будет сообразно настоящей жизнью в ангеле отца на 14 2 1 кориффина 15 41 чистота духовная определяет и степень познания духовного чистые сердцем бога узрят чем чище человек духовно тем становится просветленнее и глубже проницает его вдох созерцания и познания божественных тайн кроме того поскольку эта новая песнь особо воспевает и новые благодеяния божие которые будут излиты в кончину века то и воспета она может быть только теми кто пройдет через это горнило испытаний праздник победы по-настоящему может переживаться только прошедшими войну таким образом мы видим что эти 144 тысячи должны рассматриваться как лучшая часть тех 144 тысяч число 144 тысячи и там и там имеет символическое значение что описано в главе 7 которые означали всех спасенных об этих 144 тысячи говорится как об искупленных от земли здесь речь идет не об искуплении от грехов и вечной смерти а об искуплении от земли то есть о том что эти праведники теперь искуплены и освобождены от несчастья и страданий земной жизни и предстоят пред престолом Бога и Агнца 1.23 далее четко определяется кого надлежит разуметь под этими 144 тысячами стихе 4 5 даются 5 их характерных черт вопросы сейчас прошел вопрос есть вопрос вот написано что вот эти праведники которых отделили от девственников это праведники теперь искуплены и освобождены от несчастья и страданий земной жизни а написано что все в скорбях у нас вся жизнь проходит то есть что здесь нужно понимать вот под этими страданиями земной и несчастьями земной жизни можно еще вот раз прочесть но имеется ввиду наверное скорби вот эти вот они уже на небе то есть они прошли эту войну и теперь нет гонений нет убийств нет братьев так я тоже бы так думал но вот это вот то что тут говорит оно говорится о том что это на земле те которые небесные это 144 тысячи девственники лучшая часть а эти 144 тысячи здесь на земле то есть и надо прямо отделять тут написано что это на земле происходит все легко было наконец нет подожди где ты говорила и те и те на небе то есть там все спасенные а здесь лучшая часть спасенных они и те и те на небе на каких на земле на земле они церковь воинствующая а здесь уже она на небе векующая ликующая вот они песнице и поют они от земли уже или ты имеешь ввиду что те 144 тысячи которые в 7 главе говорится о земной церкви ну я не знаю тут как-то сказано немножко непонятно просто ну процитируйте давай еще раз процитируйте об этих 144 тысячах говорится как об искупленных от земли это не говорится что те 144 тысячи на земле то есть таким образом мы видим что эти 144 тысячи о которых мы сейчас говорим должны рассматриваться как лучшая часть тех 144 тысяч и там и там имеет символическое значение что описано в главе 7 которые означали всех спасенных то есть те 144 тысячи в 7 главе это тоже спасенные не на земле спасенные на земле это только адвентийские а мы спасенные это уже когда на небе закрылась дверь тогда уже слава тебе будет а пока мы до последнего дня у нас полная уверенность мы то мы то с тобой говорим же здесь сейчас не о слове божьем а о толковании к нему и поэтому вот гляди эти 144 не об искупленных от грехов и вечной смерти а об искуплении от земли то есть о том что эти праведники теперь искуплены освобождены от несчастья и страданий земной жизни то есть смысл такой тогда получается что есть люди которые они и от земли искуплены и от страданий и от и от земли и от страданий и спасенные и то и другое а то одно другое оно не противоречит оно дополняет это эта часть церкви она краса ее элита как говорится девственники что нам с ними сравнивать ну тут легче было бы сказать что у отца обители много написано и праведники будут разниться одни и других написано и это все понятно было бы и места описания бы соответствующие ставили тогда что соответствует там золото серебро драгоценные камни и так далее понятно что то как золота кто то так серебро и об этом сказано так бы было сказано ну здесь видишь wrapper отделяется не понятно вообще Ну, а что, вечной жизни не будет у этих людей, что ли? И что, если они не искуплены от грехов, разве будет им Царство Небесное и спокойствие, и освобождение от несчастья и страданий земной жизни? Ну, я ничего не понимаю в этом. Ну, если ты как-то градируешь голове, то, слава Богу, я не могу это. Смотри, они искуплены и от земной жизни, и от грехов одновременно. А ты говоришь, раз они от земной жизни искуплены, значит, от грехов не искуплены? Нет. Если бы они от грехов не искуплены, значит, они неспособны. Они от грехов искуплены и от земной жизни, ну, на небе они. И те, и другие 144 тысячи на небе. Ну, брат, ну и те тоже от земной жизни тогда искуплены. Ну, чего ты как маленький-то не понимаешь меня, я не могу грубиться. А с чего ты взял, что они не искуплены? Ну, потому что, видишь, тут какую-то градацию. Ну, сказали бы одного, мне уже хватило и того, что впереди было, что это краса церкви, как в революцию. Краса революции матросы были, понятно? Ну, так и здесь 144 девственники, все. Нет, начали что-то тут мудрить, какие-то земли, что-то... Ничего не пойму, все. Я закрылся. А что нам понимать? Мы не девственники, и нам в эти 144 тысячи не попасть. Ну, а в те хотя бы попасть, слава богу, и все. Я понимаю, здесь просто сказано, что земля – это вот те люди, которые не девственники. Закрылся, говорят, опять из вас. Те как бы как небесные, а эти как вот перс земная были, которые не девственники. Но они трудились, конечно, веровали в бога, но им меньше почет. Ну, и что тебя смущает-то? Что тебя меньше почет? Что ты не девственник, и тебе меньше почет, а так и по делам нам все. Ну, все, я и говорю, вот только так, если понимать, а так еще... Вот так и понимаю, а тебе толкователь по-другому раз и объясняет, что ли? Ну... Пьявол тебе навевает там мысли. Не быть там в числе девственников, все. Ну, не быть, конечно, понятно, не быть. У кого три жены, у кого две – это какие тут девственники? Хотя тут тоже, говорит, в Крещении смываются все грехи, но девственное за него останавливается, тоже надо это понимать. А то на Крещение менял, а потом вкрестился, все, и стал девственником. Нет, конечно. Игнать Тихонович, что-то хочете сказать про девственник? Да мне интересно, о чем рассуждаете-то. Ты думаешь, случайно, что ли, в церкви из откровения не считается за две тысячи лет ни одного слова? Когда исполнится, тогда увидите, речь о событиях земных. А когда говорится о том, что на небе, с чего глаз не видел. Как это будет, с чего ты прослушал, узнал, ничего тут не надо. Вот дано это, принял, а то то ли они будут, то ли не будут, но до того смешно. Большие дядьки. И говорит, а мы не претендуем на девственников. Ну, ясное дело, открытая карта. Ну, нет, претендуем, но просчитал, и идите дальше. Чего вы толкетесь на этом? Тут вообще не о чем рассуждать. Ни о нравственности здесь нет, ни о чем. Сказанные слова, которые откроются, может быть, только в вечность, только и всего. А тут чуть не до спора доходит. Мне смешно. Совершенно об этом тут говорить не надо. Прочитал, и страница закрыта. Говорит то, что нас как-то касается, события. Это события запредельные. Я вообще тут даже боюсь слова сказать. Я можно добавлю немножко? Давай. Ну, там есть в Евангелии от Матфея притча о десяти девах. Там пять эродивых, пять мудрых дев. Ну, имелись девы просто как по частоте жизни. Имелись в виду девы, не то, что фактически девственницы были. Такое понятие душе тоже, девственная душа. Душа-то как дева тоже имеется в виду. Ну, тут понимается буквально. Буквально девственники. В прямом смысле. Советую не останавливаться на этом. Согласен там, не согласен. Ничего не надо. Потому что еще более грамотные придут, они будут доказывать среднее что-то. Но нам писание-то не для этого дано. Вот, в общем, понятно, картина так развивается. А что означает? Действительно ли это тысяча сто сорок четыре? А может быть сто сорок четыре миллиона? Ничего мы не знаем. Потому что под словом тысяча иногда означает множество. Видите, тут рассуждать совершенно не о чем. И когда это случится, а случится только в вечности, и тогда душа припомнит. А ведь было сказано. Проверить это нельзя. Глаз не видел, уха не слышал. Ну, я сказал, что мне даже смешно сделалось. И судят, как будто ему место там кто-то закрыл и не пускает. А он в грудь себя бьет. Вот это духовное. Ну, не важно, что у меня гарем был. Ну, я часто духовный. У меня... Я никуда не гляжу по сторонам. Вот такое напрашивается. Не надо это. Просто шагай вперед, считай дальше. Может, по другому делу какие-то вопросы? Это просто вопрос был, и все. Не знаю, что вы там рассуждаете, о чем. Понять не имею. Я о себе ничего не говорил. Вопросы, пожалуйста. Можно не по теме. Час прошел уже. Давайте. У кого что накопилось за время. Так, Сережа, Рахиль приехала. И привет передает всем. Поклон. Нашу беседу по интернету я уже поставил даже. Ее мужа попросил пригласить. Его поблагодарил, что он ее отпустил. Она довольная. И дорога ехала. Баптист с ними попал там в купе где-то. Мы уж наговорились. Всю ночь проговорили. Игнатий Тихонович, вопрос можно? Еще же нельзя-то. А вот смотрите, вы говорили как-то там в своих книгах. Ну, и как-то часто прослеживалось в интервью. Вот вы там в беседах. Что посты вот эти, которые у нас есть, почти большинство не евангельские. Было такое? Что не евангельские? Посты. А? Посты, вы говорили, не евангельского устроения. Посты, да. Ни одного нету. Нету ни одного, которое в Евангелии было бы сказано. Вот какое. У евреев было четыре поста. Каждый пост по одному дню. Причины, какие возвратились из плена, то есть печальное состояние, ну, это легко увидеть из Святой Библии. А эти установили святые отцы. Не евангельского неустроения. А где в Евангелии написано? Ну, я православный, вопрос даже и ставить не надо. Я это должен делать. Я говорю, другому, может, и не замечают, что пост. Вот Петров пост. У него назначение такое было, чтобы людей после поста и молитвы отправлять на проповедь. У православных-то даже намека на это нет. Даже епископы про это не знают. Поэтому мне надо понимать правильно и просить у Бога любовь, чтобы я любил эти посты. На другое я не согласен. А я раз православный, значит, не должен допускать самое малейшее нарушение. Нигде, никогда и никак. Даже в мыслях. Я православный. Все, вопросы все сняты. У меня вопрос вот в чем заключается. Как бы это предисловие было. Вот мы как православные, ну, как бы, ну, вы же нам объясняете, мы сами тут это. А можно ли нам молиться о том, чтобы как-то это соборно были они отменены, эти неевангельские посты? То есть как-то с этим бороться? Ну, как христианин может бороться? Только по молитве. Вот молиться, то есть никому не там пропагандировать, просто молиться. Мы хотим вот тут соборно молиться, чтобы отменили вот эти какие-нибудь неевангельские посты, что поставили один пасхальный пост. Все. Как вы считаете? Я ставлю вопрос. От меня что требуется? Вот утрами тут молились. Это было. Он советом спрашивает, можно ли молиться о том, чтобы посты соборно собралась в церковь и отменили посты? Нет, конечно. Зачем же молиться об этом? Они установлены для пользы людей. Зачем это молиться? Что самим себе поблажки какие-то дать? Это поприще. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое. Для порабощения тела это полезно. Ты не ешь мясо, у тебя не будет запора сосудов. Никакие блямбы не нарастут. Это посты они нужны для здоровья. Для здоровья они нужны. Мне они вредны были, потому что у меня детский лагерь. В деревне можно покупать сметану, все, а я не могу ничего этого дать. Они приезжают и в июне открывают, а 12 июля пост только заканчивается. А у детей только месяц. Они пробыли, даже на язык не взяли. Вот в каком плане-то мне. Мне очень неудобно. Мы заменяли тут рыбу и разные там батрушки пекли, и дети даже не замечали этого. Ну а хотелось бы, чтобы получше было. Что это об этом молиться? Еще чего? Да так мы можем молиться, чтобы вообще быть похожи на католиков. Они отменили все. Все посты. Что нравится, то оставлю. Не нравится, уберу. Так не пойдет. Написано посты. Это апостольское правило 69. Кто не постится, не соблюдает. Ну там говорится о четыре десятницы. Великий пост, среда и пятница. Тот да будет извержен, отлучается от церкви. Про эти посты не сказано. Ну, к ним отношение должно быть такое же самое, благоговейное. Они установлены. Я считаюсь православным, мне выбирать уже не приходится. Я православный. Все. Я все вопросы снял. Нравится, не нравится, такой вопрос даже близко не допускать. Я христианин, и поэтому о Бороде речи вести не надо. Я христианин. Даже не православный, просто христианин. Надо на это смотреть просто, понятно и без лукавства. Забудь даже, что сказал. Все, благодарю. Я и поэтому поинтересовался у вас. Все, спасибо. Всехристос. Да. Это более полезная пища для человека. Более. У него желудок к этому более приспособлен. Особенно, только нужно, чтобы никто никогда на масле растительным не жарил ничего. Масло растительное не поддается термической обработке. Оно теперь стало другое. Оно рафинированное. Ну там, какой способ его превращения там семечек в это. Масло где растительное? На стол когда поставят, налили там или что-то, спекли. А потом помашь. Можешь налить блюдечко, макать. Чтобы никогда, но на огне масла не было. Грозит очень нехорошим. Я вот знаю, какие это любили жарить. Почти у всех был рак желудка. Да я сам-то и не против постов. Они мне помогают. Я просто думал, что ради того, чтобы греха не было. А то пост есть, люди не соблюдают. И как бы это дискредитирует православие. Ну что, большинство мешает же. Не смотри ни за кем, смотри за собой. Вот такой ответ дается. Я дам отчет за себя. За него отвечать не буду. Но при случае я ему скажу, ты не называйся православным. Не нужны посты. Значит, тебе остальное по боку все. Тебе православие-то для чего нужно? Выбираешь. Иди к протестантам, к мусульманам. Ты не православный. На этом я буду настаивать, чтобы человек, нарушающий посты, не обманывал никого, ни самого себя. Он не православный. Православный соблюдает все установления. Календари сейчас выходят. И все время показывают. Ну календари такие. Листать настольный календарь. И везде указано, в какой день что можно есть. У нас к истину православия. Там по дням указано. Это большой устав. Вся Россия этим жила. Нам не надо никуда смотреть. Я православный. У меня хватает все. Предание, как было принято, в каком году. Даже это известно. Что можно есть, нельзя. И все на пользу. Я говорил только, мне неудобно, что дети. Дети. И я не могу дать в этот момент. Другой пост. А для чего он пост? Христос родился. А что это? Скорбь какая была. То есть, объяснение нельзя дать. Евангельского. Постам этим. Но они есть. И есть это уже со 2-го, с 3-го, с 8-го века. Дальше нет. Я вошел в это. И благодарю Бога. Мы в лагере ни разу не нарушили. Даже когда следопятие не разрешается растительное масло. Мы никогда не позволили. А это 40 уже 6 лет. Это больше полжизни. И нам даже нужды нет никакой. И дети это знают. Твердо держись за это. Я православный. И поэтому познавай все каноны, правила старайся соблюдать. И получишь благословение от Бога. Вопрос снятый. Слушаю. Игнатий Тихонович, можно вопрос? Конечно, можно. О Святой Тройце. Получается, я дискуссировал с пятидесятниками. И они мне говорили, что это 3 Бога. А я им говорил, что это 1 Бог Тройцы. Можете как-то объяснить? А тут объяснять нещего. Это тайна. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но сие три суть едино. Единосущная, нераздельная Троица. Ты вот эти слова повторяй, больше туда не лезь. Это абсолютно недоказуемо. Вспомните блаженного Августина. Он думал, ну как, 3? Ну, Бог Отец. Раз. Бог Отец. Два. И апостол Иоанн говорит, и 3 свидетельствуют на небе. Три. Но три единое. Это было настолько непонятно. И он шел, задумался, и видит, мальчик там, может быть, слышит рассказ, там, ну, маленький ребенок, раковинкой почерпнет из набежавшей волны, а там подальше выкопал ямку в песке и выливает туда. Ну, оно в песок уходит. Он посмотрел, говорит, а что ты делаешь? Он говорит, океан вычерпать хочу. Вот сюда вот, в эту ямку. Он говорит, ямка маленькая, и при том все утекает. Он говорит, у тебя разум большой, и ты, что говоришь, забываешь. Как ты подумал необъятное взять в себя? Он головой-то стряхнул, никого нигде нету. Считается, что ангел вот так ему показал, и это было сказано. Слово единосущее несколько столетий выбирали. Какое слово сказать? А так, если он сын, он моложе? Нет, не моложе. Он вечный, безначальный. А Дух Святой, но, однако, и же от Отца Исходящего. С Отцем и Сыном споклоняем и Славиума. Равное словословие Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот в этой молитве «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» заключается все православие. А все остальное происходит отсюда. Ну, все. Ясно. Спасибо. Да, это неследимая тайна. Ни один человек, который нормально мыслит, туда заглядывать не будет. Довольствуется тем, что есть. Что Сын Божий от вечности, нерожденный прежде всех век, рождается через Деву Марию. На нее нашел Дух Святой. Все. Слова говори, считай символ веры Никео Стареградский, за грань даже не заглядывай. Это немыслимо. В это ангелы, говорит, желают проникнуть, Павел говорит. И они миллионы, может, миллиарды лет славили его, Свят-Свят Господь Савовов, исполнивший небо и землю славы своей. И тут пишет Павел, говорит, и показал себя ангелом. Они впервые его увидели, они его не видели. Незримого всеобъемлющего Бога. И как он мог в человеке в одном быть? Не знаем, это тайна. И не надо бояться, что смертный человек, совсем мозги-то, как говорят, тускло, через стекло смотрим. Надо себя смирять. Как Давыд говорит, не смирял ли я души моей, как дитя тебе отнятого от груди матери. Вот когда она отсаживает, даже вот у меня котенок, это кошка его раз бьет, отбивает, чтобы он больше не сосал. И так и я, Господь, не входил в великое, для меня недосягаемое. Вот эту тайну познать. Я не входил, я был как дитя отнятый от груди. Были тайны, я сосал, давал Господь. Здесь тайна. Через нее даже не заглядывай и умом туда не помышляй. Нужно принять то, что сказали святые отцы. Я православный. А другие, в начале мысли, все погибли до одного. Арий, что он сделал? Несторий, монофизица, монофилицство. Сколько было? Ереси. И они все сгинули. Вот так. Пожалуйста. Игнатий Тихонович, вопрос. Добрый день, Игнатий. Слушаю. Добрый день, Игнатий. Слава тебе, Господь. Я где-то год назад был на курсе старообрядцев. Они курс такой запустили, но по основам православной веры. И у них приветствие друг с другом только доброго здоровья. Они... Мир вам... У них нету такого. Почему? Откуда они взяли? На чем они основываются, когда они здоровы, приветствуются друг с другом доброго здоровья? Ну, оно как бы кажется, какое-то не христианское. Вот даже вот у евреев. Салам алейкум. Мир вам. Или у мусульман-арабов. Салам алейкум. Тоже. Мир вам. Откуда они берут их привет? Ну, ты учти, что у них Библии нету совсем. Это сейчас они маленько пообмякли. У них одно. Написано с двумя и. Уже читать нельзя. Никоняне испортили. Я говорю, почему вы не читаете блаженного Филакта? А его... Кто перевел-то? Никоняне. Написано, питался акридой дикий мед. Они не едят акриды. Акриды это растение. А Филакт говорит, что она подпрыгивает, летит кузнечник и падает. Но растение не прыгает, не падает. Ну. Ну, что тут спрашивают-то? Птица. Птица на двух ногах, а это на четырех. Ну, а может, раньше, говорят, птицы были с четырьмя ногами. Ну, не знаю. Даже в раскопках книги этого нету. Это что-то между динозавром и львом толстым надо искать. Вот они едят. Они писания нет и мудрят. Вот. Свинью едят. А голубя нельзя. А почему нельзя? Когда это самая чистая диетическая пища. Чистее голубя никого нету. Хотя он не чистоплотный. Не как ласточка там. Воробей они выносят. А вот тут же оправляется, и вокруг него борта растут, голубенка. А есть нельзя. А свинью можно почему? А Христу римляне подали желчь свиную. Где это они взяли? Ну, нигде. Выдумки. Вот выдумки. Христос. Мы почему, говорит, двуперстно крестимся? Потому что Христос так благословил, когда возносился. Ну, где вы это нашли? Так принято было. Это вызов был против монопезитства. Вот. Почему? Три. Это против пария. А церковь немедленно же внешне показывала, что мы за троицу. Вот троицы показывают. Но то и другое не соответствует Писанию. Потому что страдало не божество, а человечество, как говорит Иоанн Златоуст. Ну, до конца договаривать надо. Они говорят, они говорят, здорово живите. Даже не здравствуй, а здорово живите. Все, вот и жуют там все время. А у них главный лозунг был. Библию считать нельзя. Кто считает, с ума сходит. Они не говорят, что со своего ума сходит. Я их знаю хорошо, это моя Родина. Ну, поэтому еще спрашивают. Писания нету. Нигде этого и нету. Они делают, как мирские люди. Вот лежало, что-то явно можно сделать, не будут делать. Лежало до нас тысячу лет, пусть дальше лежит. Вот вы задайте им вопрос. Скажите, вот вы от Ника на 1656 год. Ну, что спрашивают? А 300 лет? С лишним накидовый. Почему старообрядчество, которое разбилось только без поповца, больше 50 разных толков? Друг друга не признающих. Там голбежники, дырники, там и чего только нет, названий каких. Поющая, глухая, нетовщина. Названия их там сейчас вот поморские. Ну, старообрядцы. Там кержаки, отмытость кержаков. Нигде Библии-то нету, вообще нету. Нигде. Ну, за столько-то лет мог появиться хотя бы один Суриков или там Репет. Нету, ни одного художника нету. За 300 лет. Ни одного композитора нету. Ну, я не говорю, чтобы такой, как был Себастьян Бах или Чайковский. Но, однако, хоть как-то нету. Музыка вообще запрещена и нету. Но выпивка, у каждого старообрядца все время выпивка. Пьянство, просто в повалку. Ну, так приняты, нигде запрета на это нет. Они готовят свою там выпивку и все. Ну, а что с ними? Говорить надо. Говорить, и люди приходят, и эти люди делаются. Ну, это фарисеи. Фарисеи. Из фарисеев получился апостол Павел. А саддукеев никто не получился. Ни одного нету. Это вот протестанты и другое. А эти они ничего не знают. Вот мать сказала, ничего дочка не ищет. Из 77 вера, Бог один. Мы едем на благовестие, идет женщина. Я ее догоняю, вылез из машины. Я говорю, мы Евангелие даем в вашей деревне. На следующей неделе будем. Зачем оно мне? Я говорю, Евангелие Христово. Но я же сказала, что я кержачка. Отойди от меня. Все. Мать ей наказала. Доченька, 77 вера, Бог один. Поэтому ты никуда не переходи. Другому мать сказала, иконы вешать не надо, только на к ней держать. И он уже никогда никуда не сдвинет. Они отнимают, и ничего и нет у него. Поэтому он за это держится. Вот за это. Вот я знаю, у нас было... Мы куда-то откуда придем, в другой деревне учились-то. Дедушка нам наливает в другую чашку. Чашки чистые, хорошие, но они такие были отменные. Потому мы обмерщились там были. Все. Пить? Ну, правильно, что не давали своей. Один сифиличиш, и врача нет, и вся деревня могла вымереть. Это понятная гигиена. Но, однако, здесь и другое. Вот как приветствуется, вы сказали. Да им какая разница? А ты по-другому скажешь, они не примут. Ты по Евангелию покажешь. А кто его писал в Евангелии? Никакого понятия нет. Так что работай. Вот поприще. Вот мы отсюда, у меня брат священник. Мы это приняли священцем. Нашли православие. Потому что мы искали. Искали. И мама пришла, и отец перед смертью принял. Ну, другие братья, сёстры. Это работа. Работа. И люди очень много смотрят на нашу жизнь. Соответствуем мы тому, что говорим или нет. Мы даже не замещаем. А мы всё время сеем. Незримо. Какие-то плоды растут. Почему так люди на священников недовольны? А у меня батюшка, батюшка-отец работал там у священника. А они во время поста едят курочку и прочее. Да не может быть. Может быть. Они неверующие многие. Ну и что делать теперь? А я пойду в другое место? Да, конечно, нет. Священник если живой, я с ним обязательно переговорю. А если он умер, тебе какое дело до него? Ты за себя отвечаешь. Каждый за себя даст отчёт Богу написано. И надо научиться работать там, где ты есть. Поприще огромное. Работай. Благословляй Бога. Не отступай назад. И плоды будут. Плоды будут. Вот я сейчас выставил ролик. Мы на приёме были у митрополита. До этого был, который там буквально никаких отношений не был. А это только вышел, руки поднял, обнимает. Видно, что не игра. А это он только так делает. Чтобы чувство любви показать. Вроде лицемерит. Но люди даже на него злобятся. На митрополита. А ты не смотри, делай своё дело. И о них молись. Ты видишь, враг, запиши его. Ежедневно молись. А там уж как Бог. Нам дано право молиться, но не судить. Вот так. Ну что? Что-то умолкнула школа вся. Давай. Говори. Игнат Тихонович, если причащаться вот один раз в году получается у нас, это уже недостаточно? Достаточно. Ян Заттаут говорит, одни причащаются раз в год, другие в два года один раз. А иные причащаются чаще. Принято было четыре раза в год. Сколько можешь? Главное, говорит, не количество раз, а готовность. Ты смиряйся, молись. Сколько раз Мария Египетская причащалась? Сорок семь лет один раз. И причислить на клипы святых. Не надо об этом даже думать никогда. Вот я редко, я не могу. Довольно для тебя. Довольно. Просто нет возможности, нет священника. Ну, нету, вопросов нету. Молись, когда-то съездил, один раз в год это даже хорошо. И ты ни грамма об этом не заботься. От Бога все зависит. Вот мне тут готовились к нам переезжать, одни священника нет, он запился, то другое. Вот мы молились, я говорю, давайте молиться. И они решили потерявку переезжать. Прошла неделя, вторая, вдруг двери открылись, Бог присылает священника хорошего. То есть даже думать об этом не могли. Все, они сказали, к вам не поедем больше. Священника привезли, привели или там послали. Надо молиться. И благодарить Бога, и все время быть в душе радостным. Тебе доверена великая миссия. У Бога просить ходатайствует. Знаешь, что ты близкий Ему, приближенный, и Он тебя слушает. Если просят молиться, это неспроста, это значит, они знают, что будет польза от твоего ходатайства. Нет, нет возможности, нет. Нет, я вот сидел сколько, и прищищать некому. Да и кто там водит тебя. Надо научиться принимать то, что есть. Ваше желание, вот это главное. А еще у меня часто получается, что мне приходится что-то говорить старше себя людям. И им это очень не нравится. И я вот прям не знаю, как с ними быть. А как написано, не бросай жемчуга перед свиньями. Не приняли, больше не говори. Два-три раза. Еретика после первого-второго разумления, отвращайся. Просто отвращайся. А он не еретик. Ну, он никакой не верующий. Он хуже еретика может быть. Тебе что, да? Он хочет церковь. Не принял он. И все, поблагодари Бога и раскладайся. На этом до свидания. Выбирай еще момент, будет или не будет. Что-то вы из-за всего будете огорчаться. У вас какое настроение-то будет? Нет, я не огорчаюсь. Просто думаю, могут ли учить? Можно ли учить тех, кто старше тебя гораздо? Ну, где-то не... Вы так можете... А на сколько лет? А можно ли там... Какой пол, какой национальности? Нету. Иудея не елена. Вы видели, вот к нам приезжала сейчас, поехала с Казахстана. Сегодня уехала. Все. Конечно, конечно. Она получила все, что хотела. И у митрополита были, и по храмам проездили. И молились вместе. И на занятиях она была... Желание было. И она все превозмогла. Одна приехала с другой страны. Вот как Бог. Это любовь. Вот с Украины приезжал летом, осенью у нас Игнатов Сергей был. Сергей Егорович. Он... Они похожи очень. И они получили все. Я говорю, ты все получила? Больше. К нам приехала Ксения Деннон из Лондона. Директор института. Услышала и решила сама все узнать и приехала. А потом написала большую статью в интернете. И говорит, мне ей в половину не рассказали, как вот цариса Савская сказала Саламону, что я там получила. Мы ничего не видели. Считаем, это для нас норма. А люди-то видят, нет, этого нельзя сделать. Вот у нас правила поведения, какое написано, устав, священники приезжают, архимандриты там, ну и пытаются. Вот сейчас фильм поставили про Андрея Юревича. Прямо, как назвать, что-то там про любовь. Как? Свидетельство о любви. Вот. Свидетельство о любви можете посмотреть. А он приезжал с ребятишками в наш лагерь. Я смотрела, смотрела фильм. Хороший батюшка, хороший. Он большой в Лесосибирске храм там построил. И будто бы отец Дмитрий Смирнов его туда пригласил, он уехал. Его там не было, мы были в Лесосибирске. Но он хороший. Дальше этого-то не надо идти. Он все у нас заснял. Мы у себя так сделаем, мы вот это сделаем, мы вот это, чтобы в храме хождения не было. Чтобы только молились люди. И сделал не один. У нас столько людей было. И все записывали, всем понравилось. Что у нас строгая дисциплина. Мы перед Богом стоим. У нас нет понебратства с Богом. Мы знаем нужную дистанцию. Исполняем все написанное, чтобы нигде канон не нарушить. Как богослужение вести. Они ничего не могли сделать. Почему? Я им сказал, вам не сделать, Остец Андрей. На вас нападут свои попы, собратья. С тарелкой у нас не ходят. Ничто не продается. Все таинства бесплатно. Требы бесплатно. Светая Десятина все покрывает. И он начал делать, сразу же поднялись. Закипело вокруг все. И таких случаев было много. Нигде никому не удалось это сделать. Почему? Они думали, сейчас я приду и скажу. А если бы попов не было, может и сделали. Мы начали с нуля. И это большая, огромная работа была проделана. Мы на подходе еще с человеком беседовали. От трех до пяти лет идет только подготовка. Вот у них сколько там? Ну, 20 минут беседуют. У нас 500 часов было оглашение. 500 часов занимались с человеком. И несмотря на это, люди допущены до крещения. Еще церковно-приходской совет, 10 человек, допустить, не допустить. А дальше это только совещательный характер, рекомендательный. Все решает батюшка. И несмотря на это, еще половина уйдут. Его хватило, вот, говорится, на один свисток. Дальше он не идет. Она все готова, все соблюдала. Она покрестилась, говорит, я не могу больше с вами быть. Почему? Вы посты соблюдаете, а я не могу. Вот я там и гляжу, он патриарший. Там все можно делать. Видишь как? У нас нельзя этого делать. Ну и что теперь? За руку держать? Нет, свободно пришли. У нас легко уйти, трудно попасть. А всех так наоборот. Они легко заманывают. Демене все забирают, как он пишет. И не выйдешь оттуда. А к нам наоборот. Мы на подходе, домой ходим, на работу узнаем. А выйти, ну, простись, если надо. А нет, так поднялся, ушел, и тебя никто и знать не будет. Вот это свобода. Вот так. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Ну что? Еще нету больше? Молись, Сережа! Пой! Достойно есть якова истину, блажитеся, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Да, тихо, молитесь. Все слышанное, помоги нам слагать в сердце и исполнять с радостью, ожидая Твоего пришествия. Тебе, Господи Божий наш, слава, единому, вечному Богу во Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, во веки веков. Аминь. 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 Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Аминь. С Богом. Христос, с Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом.